Мы точно в сумасшедшем убытке. У вас есть черный список лентов? Да, не имеем права его иметь, но у нас есть. Но это провокационный вопрос. Смотри, это очень скользкая тема, я не буду о ней говорить. Назвай меня как хочешь. Вот сейчас буду говорить, я сам себя боюсь. Всем привет, это Роман Кирилович и новый сезон 2019 года на French TV. Если честно, я по-моему очень сильно соскучился, уже хотелось побыстрее ворваться в этот производственный процесс. Тем более, что мы большую часть этого сезона уже записали. У нас был плотный декабрь на самом деле. И все, что нам сейчас остается, это монтировать и выкладывать каждую неделю свежие выпуски French TV. Поэтому не забудьте включить колокольчик, чтобы не пропускать наши выпуски. Будет очень круто, я вам обещаю. Это будет очень плотный, очень интересный сезон. Мы сделали все выводы из предыдущего сезона. Поэтому в этот раз, в этом году будет только то, что вам нравится. Ну и начнем мы сезон с интервью с Владиславом Чечеткиным, основателем «Розетка». Если вдруг кто-то не знает, «Розетка» это крупнейший на украинском рынке интернет-экомерс проект. То есть это такой украинский «Амазон». То есть есть «Розетка» и все ее ближайшие конкуренты, они где-то сильно далеко. Если мне не изменяет память, в 2018 год они закончили с оборотом более 700 миллионов долларов. Но при этом все, Владислав, как мне кажется, остается простым и открытым парнем. Поэтому у нас сегодня будет большое около часа и откровенное интервью. Поэтому запаситесь каким-нибудь приятным согревающим напитком, чаем, кофем или что вы там любите. Я сказал кофем, да? Прежде чем мы начнем, хочу поделиться с вами радостью. Во всяком случае для нас, пока мы готовили новый сезон, мы сделали еще и новый сайт компании «Франч». Нашей компанией, которая занимается упаковкой франшиз. И там есть возможность скачать бесплатные материалы по созданию франшиз. Поэтому если у вас есть франшиза или вы хотите ее создать, но не знаете, с чего начать, то заходите на сайт «Franch.site». Ссылочку мы оставим в описании. И вот здесь подсказочки. Качайте, вдохновляйтесь опытом успешных франшиз. Мы с вами еще увидимся. До встречи и приятного просмотра. Мы все знаем, ну точнее, может кто-то из зрителей не знает, но в Амазоне все происходит онлайн. Выбор, покупка, оплата. Там нет колл-центра. Ну точнее, ты не можешь позвонить, пожаловаться, уточнить, где заказ все происходит через чат. То есть 100% онлайн. Что вы сейчас делаете для того, чтобы мы побыстрее в светлое онлайн-будущее добрались? И насколько это процесс болезненный? Смотри, ну надо понимать, что такое онлайн-будущее, светлое и не светлое. Во-первых, в Америке всегда качество сервиса было гораздо хуже, чем в Европе. Во-вторых, Амазон начинал, в принципе, как разведка с дискаунтера. И у них были свои какие-то, свое какое-то мнение о том, как это развивать. Если честно, мы не помним. Я не помню, был ли колл-центр в Амазоне 15 лет назад. Мы активно переходим на общение без колл-центра. Огромное количество новых покупателей или молодежи, которые не хотят говорить по телефону, им это нравится. И в то же время огромное количество немолодежи и покупателей более старых, которым это очень не нравится. У нас регулярно возникает проблема, связанная с тем, что мы не можем дозвониться, мы не можем сделать то, мы не можем сделать это. А зачем вы хотите позвонить? Мы хотим сделать заказ. Так сделайте. Мы хотим по телефону. Я развивал колл-центр и, в принципе, продолжаю его развивать для того, чтобы продавать больше. Если людям это удобно, если люди это хотят, то почему я не должен этого делать? Абсолютно, да. Я понимаю, что есть огромное количество людей, которые только по телефону могут решать все вопросы. Но вы что-то делаете, чтобы все-таки это скучать? Потому что без вас это точно не произойдет. Мы пытаемся, да. Смотри, первое, с нами делает это рынок. Проблема с персоналом, проблема с ростом зарплат, проблема с затратами. И колл-центр это просто очень дорого. Поэтому он растет более медленными темпами, чем растет, например, логистика. Или программисты, если хотите. Конечно, программистов гораздо меньше, чем сотрудников колл-центра. А сколько сейчас в колл-центре людей? Около 300 человек. Давай закончим тему с светлым онлайн-будущим. Понимаю, что прогнозы – это неблагодарная штука, но давай попробуем плюнуть в будущее, в небо. Вот когда будет у нас 100% онлайн? Как думаешь, 10 лет? 100% онлайн ты имеешь в виду без звонков? Да, вот как в Амазоне. Смотри, никогда не будет. Никогда не будет. Да, потому что так нельзя говорить, но ни года, ни два, ни пять. Потому что, например, лучшие вендоры, которые очень хотят продвинуться на Амазоне, они решают свои номера колл-центра. То есть, например, продается какая-нибудь компания, а продает ноутбуки на Амазоне. И тут же на каждом ноутбуке этой компании есть колл-центр, телефон. У вас есть вопрос, выточните. Они пытаются повысить, улучшить клиентский опыт. То есть, вы же понимаете, что нет колл-центра – это не лучшее решение. Это решение просто экономии средств. Да, поэтому, если мы можем позволить себе колл-центр, то он будет. А у Записа колл-центр есть. Ну, то есть, смотри, мы говорим про Амазон, а не говорим про Запис. Хотя Запис сейчас часть Амазона. И Запис там хвастается о том, что они пиццу могут заказать в колл-центре. У нас это тоже можно, журналисты проверяли. Я бы не хотел, чтобы проверяли еще раз. Но журналисты проверяли, мы им там чем-то помогли. То есть, такое ощущение, что не впечатление, это действительно так. Мы там изучали, изучаем регулярно лучшие практики. И делаем какие-то выводы, и проходим какие-то тренинги. В общем, в данном время они попугали на тренированного товарища, который им спится и помог. Или, например, Запис хвастается о том, что самый долгий разговор, например, 12 часов. Но мы тоже не ограничиваем свой колл-центр в количестве часов разговора. У нас нет такой KPI. Мы должны положить труппу за 30 секунд. А сколько был максимальный звонок? Слушай, я не готов сейчас ответить на это вопрос, честно. Ну, думаю, что больше часа, 100% больше часа гарантирован. Но сколько часов, 10 или 8, или 3, я не готов сказать. Прямо как будто знаешь, о чем я хотел поговорить. Ты мало об этом, мне кажется, рассказываешь. Именно о корпоративной культуре розетки. Вот ты упомянул Запис, она считается в мире одной из самых крутых с точки зрения корпоративной культуры компаний. Там даже есть знаменитая история, когда они берут на собеседование людей, да, и они предлагают 2000 долларов, если ты прямо сейчас откажешься от работы в Записе и уйдешь. И там единицы только отказываются. Мы не очень любим хвастаться, первое. Второе, у нас нет никакой PR составляющей. То есть вся PR повода создаю я. И это происходит чаще всего несознательно и не специально. Поэтому мы не записываем. У меня всякую очередь в голове записано, там, он как бы культуры. Вот мы там пьем водку, как там Тони Шей с кандидатами или еще что-то. Однозначно культура присутствует. Однозначно мы руководствуемся все. Все здесь руководствуются принципом, что гораздо проще взять человека и сделать из него специалиста, чем взять специалиста и сделать из него человека. Поэтому, конечно, компания имеет свое лицо. Смотри, я вот сейчас буду говорить, я сам себя боюсь. Знаешь, чтобы там никто из моих там... А свод правил есть какая-то корпоративная там культура, этика? Не только связанная с приемом на работу. Честно скажу. Она, конечно, есть. Она есть у HR, она есть у каждого руководителя. У меня лично в голове ее нет. Потому что, когда я руководил всеми процессами персонально лично, она не был каким-то визионером и так далее. Я ее не создал. Я еще до этого не дошел. Но первое, самое первое и самое важное – это честность. Мы не терпим воров, мы не терпим какие-то там полутона. У нас нет такой истории, знаешь. Воруют, но хороший специалист. Вот как сейчас там про хирурга, да? Он же светило. А то, что он бандитов прячет у себя в отделениях убийц и рассказывает, как противозаконно противодействовать к расследованию. Но специалист. У нас такой ситуации нет. Он не человек, вот как я говорил до этого. Мое мнение. Сразу увольнение? Да, сразу до свидания. Вторая история – это клиент не всегда прав, но клиент – король. И поэтому, если клиент – король, а ты его, так сказать, подчиненный, ну, слуга, как хочешь, назови это. А не всегда не прав. Какая вот здесь тогда простор для действий у сотрудников? Что они могут ему доказывать? Не будет ему ничего доказывать сотрудник. Сотрудник не имеет права ничего клиенту доказывать. Он не должен ему ничего доказывать. То есть в глазах клиентов он прав? В глазах клиента он добился того, чего он хотел. Но смотри, тут надо тоже понимать, что, конечно же, у нас есть какие-то там рамки. Если клиент из-за просроченной доставки хочет получить ее бесплатно, и эта доставка стоит 30 тысяч гривен, то он бесплатно не получит. А если эта доставка стоит 200 гривен, условно говоря, то, скорее всего, получит. Это все происходит в ручном режиме? Ну, что значит в ручном режиме? Если ты думаешь про то, что есть какой-то алгоритм, который говорит, да, нет, туда, сюда, если то, нет, конечно. У нас есть, например, тот же город, поделенные ячейки с доставками, да? И вот там, как бы, каждый оператор отвечает за какую-то свою ячейку. Так вот оператор может принять решение про какие-то материальные потери для розетки, скажем так, для того, чтобы удовлетворить клиента в конкретно, в этой случае, в этой доставке, конкретно до факапа. Просто из потолок суммы, да? Ну, есть, да, есть определенные правила. Есть директор магазина, который тоже в каждом магазине конкретно может принять какое-то решение. У тебя айфон же, да? Да. Что тебя больше всего от него бесит? Скажи, пожалуйста. Батарейка, которая садится постоянно, наверное. Да, 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 да. Ну, есть же эти сейчас чехлы, которые с батарейками. Ну, я, на самом деле, у меня уже такая, знаешь, у меня в каждой машине провода, да, в сумке, которую я ношу с собой провода. Там, если я когда-то ухожу от машины, там, всегда с собой батарейка и так далее и тому подобное. Но все равно, конечно, история бесит. То есть, постоянно, если я машина поставила зарядку, пришел в офис, поставила зарядку, пришел домой, поставила зарядку. У тебя есть какие-то приложения, которые ты можешь посоветовать, например, предпринимателям, которые ты постоянно используешь? Помимо очевидных, там, мессенджеров. У меня нет какие-то предложения, которые я использую постоянно, кроме мессенджеров, почты и браузера. То есть, работа – это общение, да? Еще записная книжка, да. То есть, я кипом пользуюсь Гулевым, мне очень нравится. Ну, не то, что очень нравится, но, как бы, там, всякие Эверноуты, там, и так далее, вообще не было, зачем мне нужно. То есть, все вопросы, которые ты решаешь, ты решаешь через мессенджер, да? Да, я решаю вопросы через мессенджер. Ну, я решаю, ну, как, Google Analytics, мессенджер. А Google Analytics для чего? Ну, я смотрю лучше, что происходит. Статистику сайта? Да, статистику сайта. То есть, ты следишь за статистикой сайта. И как она выглядит? В парадсту. Ну, чаще растем. Какой худший день в неделе, понедельник? А, нет. С открытием магазинов история изменилась. То есть, открытие магазинов, раньше были худшие дни для онлайна. Это была суббота и воскресенье, особенно воскресенье. Понедельник был лучшим днем. Сейчас мы, непонятно уже, что мы оффлайн или онлайн. И сейчас понедельник хороший день, но и суббота и воскресенье хорошие дни. Наверное, где-то в середине недели, там, типа, среда сейчас худший день недельный. То есть, с точки зрения объема. У меня была история с Амазоном. Я заказал там целую партию товара, и там была маленькая SD-карточка. Она не приехала, действительно не приехала. Я написал, они мне сразу вернули деньги, даже не просял у меня каких-то там фотографий, подтверждений и так далее. Второй случай был, я заказал микрофон за 70 долларов, петличку. Она приехала, приехал микрофон, но за 30 долларов совершенно не то, что я заказывал. Они мне деньги вернули 70, а я говорю, а что с этим делать микрофоном? Они говорят, вы можете его благотворительность себе оставить, это ваше право. У вас есть такие вот какие-то... Я понимаю, что это суммы не совсем большие, это где-то 200 максов. Ну, 70 долларов для Украины большая сумма, первое, скажем, да. Второе, с точки зрения, что мы делаем, мы пытаемся этот вопрос решить. Мы боимся, конечно же, боимся Фродо. Мы, конечно же, многие решения пересматриваем, потому что, например, раньше Фродо было гораздо больше, чем сейчас. Сейчас ситуация с Фродом несколько изменилась. То есть, сейчас другой Фрод, скажем так, не такого вида, какой он был до этого. Ты имеешь в виду мошенничество, связанное с карточками или мошенничество с доставкой товара? Не-не-не, связанное с доставкой товара, нам не приехал товар, нам то, нам все, нам пятое, нам десятое. Та же самая история с Амазоном. Ну, у него просто больше клиентов, у него есть какой-то паттерн, скорее всего, да, по которому они чему-то верят или чему-то не верят. Там работают, например, страховые компании. В нашем случае страховые компании работают плохо. Например, дорого застраховать груз, который едет в фуре клиенту на другую часть города. Другую часть Украины, извините, пожалуйста. Ну, просто дорого, мы это сделать нормально не можем. Поэтому мы не страхуем, это наши боли. У нас было, я не знаю, что происходит сейчас новая почта, честно скажу, просто потому что это больше сейчас новая почта не моя. Но когда у нас была собственная магистраль и собственная доставка, у нас были дороги типа Киев-Дневопетровск, например, где у нас регулярно разгружали фуры. Разгружали, это означает, что фура в пути, к ней сзади пристраивается ночью без фар автомобиль легковой, оборудованный специальными платформами на капоте. С этих платформ на капоте вылазит тренированные акробаты, которые болгарками развязают задние двери. И пока машина едет, выкидывают самые ценные из машин. Слушай, это же начало Форсаж 6 или 7. Слушай, я не смотрел Форсаж 6 или 7, но я видел эти истории. Там тачку угоняли. Да, но я видел такие истории со своими грузовиками и со своими товарами, это было регулярно. Была регулярная история, когда мы, например, догружали эти грузовики чем-то еще. То есть, например, едет грузовик, грузовик полупустой, но невыгодно, чего-нибудь еще догружается. В каком-то городе догружается большой ящик с двигателем автомобильным. Большой ящик, 80 килограмм автомобильный двигатель. Фура приезжает на место, оказывается, в этом ящике был человек, который, понятно, когда фура тронулась, вскрыл этот ящик изнутри, вылез, порылся по машине, нашел все самое ценное, сложил, вскрыл борт машины и повыбрасывал все это куда-то там своим подельником. Короче, что с этим делать? Ну, бороться с этим. Боро охренительные органы. Сейчас такой истории, повторяю, у нас таких историй давно не было, но наверняка они были у Новой Почты, потому что сейчас все эти вещи лежат на плечах Новой Почты. Люди наверняка спросят, вот Черная Пятница у нас не такая, как в Америке. А кто знает, какая в Америке? Ну, типа там реальные есть скидки, а у нас все... У нас все хорошо со скидками. У нас все хорошо со скидками. Еще раз я повторяю, это как мантру и без мантры. Люди в убыток себе продают? Да, продают. Для чего? Не знаю, это тяжелый вопрос. Ну, например, в этом году я пошел на Амазон, традиционно, там более Черная Пятница, чем у нас, и ничего не нашел, чтобы себе купить. То есть, я не был ни одного товара, который мне был нужен, ни одного товара не было по такой цене, которой я сказал бы, вау, я это покупаю, потому что просто неиская цена. А в Розетке купил что-то? В Розетке я хотел купить себе телевизор, наконец, у меня телевизора нету. Там были 55, по-моему, 65 дюймов телевизоры по супер, очень хорошей цене. По такой цене они, ну, они продавались на Розетке в продаже, уже были значительно дешевле, чем Розетка их покупает сейчас. Я хотел купить себе телевизор, ну, конечно, там, поздно. В общем, не было телевизора, продали. Можно еще в корпоративной культуре? Вот, что вот помимо воровства, что можно, что нельзя в Розетке? Вот точно, например, не знаю, там, давай там, внешний вид. Можно в гавайской рубашке приходить в офис? Да, у нас нету никакого дресс-кода, то есть, ходи как хочешь, но есть какой-то общечеловеческие какие-то вещи, то есть, условно говоря, в трусах, там, и не ходить, вот. Но история с внешним видом ее нет никакой. Есть история с внешним видом на складе, связанная просто с охраной труда, чтобы тебе не наехали на ногу, там, или не поцарапали тебя чем-то, там, и так далее. Но в офисе, например, или в колл-центре нет. Есть дресс-код в магазине, потому что, понятно, в магазине это физический контакт с клиентом, то есть там есть униформа. Считаем, что все эти внешние виды, ну, в смысле, не так, дресс-коды – это все глупости, которые отвлекают от работы. А что сотрудники могут получать бесплатно в розетке? Не знаю, еда там, да, практикуется в некоторых компаниях? У нас есть регулярные праздники всякие, там, типа… Вот сегодня Николай. Спас, Николая, там, и так далее, да, там, мужской день, женский день, когда мальчики, чем-то там, девочкам, условно говоря, носят кофе, а девочки мальчикам пирожки пекут, я условно говорю. Есть какая-то субкультура у программистов, связанная с попыткой розетки быть похожей на IT-компании, когда у них есть, там, экстра какие-то бонусы и так далее. Да, у нас есть кофе-чай бесплатный везде, ну, например, история такая, что, там, не знаю, условно, когда жарко или когда меняется, там, у людей скачет давление, мы прячем кофе, потому что у нас, ну, регулярно умирают люди, вот, сердечных. Регулярно? Ну, регулярно, например, в этом августе умерло три человека. Именно из-за того, что они выпили кофе? Ну, нет. В том числе, да? Ну, нет, но известно же, что кофе повышает давление. То есть люди у сердечники, там, умерли, ситуация связанная с… Сколько сейчас в целом в розетке работает людей? Почти 4 тысячи. 4 тысячи. Боевые потери, когда это происходит, какая у вас инструкция, что вы делаете? Звонок, там, родственникам? Смотри, ну, вот, я не знаю, какая инструкция. Инструкцию писали HR, у нас есть общее правило, мы помогаем семье, мы помогаем сотрудникам, у нас есть, назовем это, касса взаимопомощи, которая выглядит, как мои деньги, а не деньги сотрудников. Мы помогаем людям, которым случилось какое-то горе, помогаем всеми сотрудникам, у которых, ну, уже нет, условно говоря, мы помогаем, там, людям, которых сбила машина, нашим сотрудникам и так далее. У нас есть очень и приятная, и неприятная для меня история. Например, у нас была история, когда у нас женщина при выходе из трамвая перед складом сбила машина. Сбила очень сильно. Фатально или нет? Нет, нет, слава богу, нет. Были очень негативные прогнозы. Мы, ну, слушай, сотрудник склада, то есть это не самый высокоплачиваемый человек, не самая успешная семья. Мы спасали женщину, помогали ей. Она достаточно долго до этого у нас проработала, но мы в любом случае бы это делали. Оказывается, у нас работала еще ее дочь, и дочь помогали ее дочери. В общем, человек выжил, выздоровел, и месяцев через 7 или 8 после этой истории вышел на работу, и до сих пор у нас работают. Я лично этой ситуации горжусь, хотя, как по-другому? Ну, как по-другому? Что мы должны были с этим сделать? Но, например, а что говорить про маленький бизнес? Если бы я там был бы бизнесом из трех человек, одного из наших троих сотрудников сбила бы машина, и мне было бы там нужно достаточно большие деньги тратить на этого человека. Слава богу, этого не произошло, когда у нас было 3 человека. Слава богу, эти деньги, потери сейчас для нас посильные, да. Это какие-то такие общие вещи. То есть, еще раз повторяю, я не могу сказать красиво на камеру, у нас там свод правил, вот наши там правила. Нет, все понятно. То есть, у вас такой человеческий подход. Да, оно есть, оно есть в Эчаре, оно есть там у каждого подразделения. Все, в общем-то, ознакомлены и донесены. Но я, я не знаю, я вношу туда какие-то новые элементы в связи с происшествием, какими-то новыми происшествиями. Ну, например, мы там очень серьезно относимся к пожарной охране. У нас там стоят эти противные огнетушители по всему офису, там, где они должны стоять, и так далее, и тому подобное. И история, когда, знаешь, выбор, порешаемся пожарниками или сделаем как правильно, мы делаем как правильно. Потому что мы видели последствия и до Виктории в Одессе, и до, там, этой российской истории. Мы такие истории видели, мы такие истории знаем, мы знаем, что все это написано кровью, поэтому выполняем. Ну, я не знаю, это культура или как. Нет. Ну, например, я об этом говорю, потому что мой подход к этому менялся, да. Мой подход к маленькому лавочнику, к большому, если хотите, лавочнику, он поменялся. Потому что, когда был маленький лавочник, мы там петляли, срезали углы там пожарниками, не договоримся, не допустим, не пропустим, пропетляем и так далее, да. Или там, или еще как-то. После 12-го года что поменялось в плане безопасности в розетке, чтобы... Да ничего не поменялось реально. Ну, слушай, мы не могли с этим ситуацией ничего сделать. Мы могли только пострелять их разве что. Ну, мы бы этого не делали, потому что, ну, хотя, честно говоря, менты приходили на обыск, например, у нас был обыск 31 день, да. Каждый день они приходили на этот обыск, заканчивали его и начинали его по новой. Приходили через коридор позора. То есть стояли мои сотрудники, которые условно кидались нигелыми помидорами, называли их всеми теми словами, которые они хотели их называть. Эти шли, повысив голову, таскать. Были какие-то стычки, там, например, когда мы доводили ментов уже до ситуации отупения, когда они там, например, за моей супругой чувак бегал с пистолетом. На камеру перезайдил пистолет, дослал патрон в патронник и бегал с этим пистолетом за ней, там, с криками там. Это была, сказал, это провокация была? Физоохрана. Нет, это была физоохрана, которая, которую достало то, что, значит, они подонки и сволочи. И то, что мы это, так сказать, озвучиваем. Вот. Они просто, просто у чувака там поехала крыша. То есть, ну, даже подонок понял, что он подонок. И пытался сказать, что это не так с помощью пистолета. Кто-то из них раскаялся? Откуда я знаю? Ну, я имею в виду так, публично. Нет. Ты же знаешь про такую историю, как стокгольмский синдром, когда там заложники начинают сочувствовать своим похитителям? У вас не было подобной истории? Мы сочувствовали ментам. Или они вам? То есть, как бы непонятно, кто... Они нам сочувствовали, понимаешь, потому что они украли только на 80 тысяч долларов. И, наверное, они плакали крокодилями слезами после этого, что они украли только 80 тысяч. Мало? Мало. Сочувствовали нам, что да, что... Так много нам что-то потом продать нужно. У тебя в плане личной безопасности поменялось что-то в 12-м году? Нет. Ты отказался сниматься дома? Мне лично особо ничего не угрожало. Хотя в какой-то момент времени меня стояли менты под домом и демонстративно, скажем так, пугали. Чем непонятно, потому что с точки зрения украинских законов меня нельзя было закрыть, нельзя было захватить, повязать и так далее. Хотя на допросы я ходил. Телоохранитель у тебя есть? У меня есть какая-то охрана, то есть как-то я себя защищаю. Но это связано не с ментами, скорее, а с связанной ситуацией с... Просто идиотами, которые... Да, ну, идиотами, не идиотами, бандитами. Ситуации связаны, да, с развитием Украины с 14-го года начинаю. Давид Браун говорил, что сейчас купить там евробляхи и ствол это какая-то минимальная стоимость. Смотри, ну я же никому не нужен, мне никому не нужно убивать. Никому не нужно, чтобы меня убивали. То есть, ну, я никого ничего не украл, никого ничего не забрал, никого ничего не отжал. Поэтому там какой-то интернет-магазин мелкий, который разорился, потому что розетка стала больше, или какой-нибудь поставщик, у которого мы хотим больше скидку, чем он хочет нам дать, ну, вряд ли закажет меня. Киднеппинг может быть, поэтому я рассчитываю, что... Поэтому я, собственно, как-то защищаюсь. Хорошо, ты охотник, у тебя наверняка дома есть коллекция оружия. Когда-то приходилось их применять для самозащиты? Нет, слава богу. Хорошо, давай о хобби поговорим. Твой самый, не знаю, трофей большой. Смотри, это очень скользкая тема, я не буду о ней говорить. А чего? Ну, потому что сейчас нам будут рассказывать о том, что у животных есть права и еще что-то. Поэтому, да, если говорить про хобби, то, например, до какого-то момента времени я в хобби, условно говоря, стыдливо придумывал, знаешь. Это так стандартная история. Какое у вас хобби? Ну, у меня хобби читать книги. Когда у тебя есть бизнес, который у тебя развивается, который тебе интересен, то у тебя нет времени на хобби реально. Не то, что нет времени на хобби, это означает, что твой бизнес, твоя жизнь – это твое хобби. Ты стал меньше охотиться или просто меньше говорить об этом? Нет, я не стал меньше охотиться. Я как раз, когда начал охотиться, то это был какой-то выход в ситуации с того же 2012 года, потому что там я был на грани бросить все и свалить. То есть кто-то начинает бухать? Ну, кто-то начинает как-то находить какой-то хобби. Ну, кто бухать. Ну, хорошо, пусть будет бухать. Я никогда, слава богу, в жизни не бухал и там удержался, скажем так, в общем-то. Если говорить про хобби, да, есть сейчас хобби, но это хобби, оно такое, оно связано скорее с очисткой мозгов и с общением с природой. То есть я провожу много времени в лесу, пешком, без телефона, без никого и так далее и тому подобное. Поэтому в этом плане это очистка мозгов и какой-то сброс какой-то, сброс какой-то, не знаю, негатива, не негатива, ну окей, пусть будет негатива. Но, повторяю еще раз, то есть если ты в бизнесе, и у тебя этот бизнес развивается, и ты хочешь, чтобы он развивался дальше, то ни о ком хобби, мое мнение, приховорить не приходится. И когда ты ждешь, например, выходных, потому что ты вот в эти выходные полетишь на самолете, будешь полетать на самолете или там, не знаю, я не знаю что, или покатаешься на какой-нибудь гоночной машине, или что угодно, что угодно сделаешь, какое угодно хобби займешься эти выходные, да, то эта история странная, потому что, мое мнение, да, Потому что в этих пяти днях у тебя уже не 100% своих проблем не посвящено бизнесу. И в следующие два дня тоже не 100% посвящено бизнесу в мозгах. А как минимум 20% посвящено уже чему-то еще. Правильно это или неправильно? Влияет это на бизнес. Мое мнение влияет. И мое мнение, скорость развития падает. В той ситуации с пистолетом была опасность для жизни? Да, он мог выстрелить, приду, но все, он сумасшедший. Но зачем заряжать? Если есть женщина одна, и ты здоровый мент с оружием, зачем тебе его заряжать от оружия? А кто разрядил обстановку? Или он сам успокоился? Думаю, что люди разрядили обстановку, потому что он понял, что переделал. Да, я не участвовал. Перебдел, скажем так. Если я участвовал бы, я бы, честно тебе скажу, я бы, наверное, кинулся на нем. Не надо. Окей, я понял. Но никто не знает, что бы было, если бы... Да, была бы лопата, я бы убил, я тебя клянусь. Так, слушай, я тебя прекрасно понимаю. Это жена, да? То есть это естественный был бы рефлекс или как это сказать? Да, рефлекс. Реакция. Рефлекс это, наверное. Скорее рефлекс. На уровне неосознанности. Ты сильно погружен в операционку. Если, например, что-то происходит, у вас Ира рожает, например, бизнес сразу проседает. Ты заболел, бизнес проседает. Дети там что-то тоже проседают. Это меняется или это до сих пор так? Мы пытаемся это менять, но тут история такая. То есть если мы стабильно движемся, движемся стабильно, скажем так, без каких-то новых направлений деятельности, без новых каких-то идей или изменений, то все двигается и без нас. Несколько месяцев вполне двигается без нас. Если нужны постоянные изменения, если появляется новое направление, без нас этого не происходит или происходит гораздо хуже, чем с нами. Когда-нибудь, надеюсь, это изменится, но тогда это будет не мой бизнес, тогда я буду акционером, а не бизнесменом, скажем так. Что произойдет, если через полгода ты уйдешь из компании? Он будет примерно на том же уровне, в котором есть сейчас, то есть не сильно впереди. И тут надо сказать еще раз, что за все изменения и кардинальное улучшение и новое направление ответственны в этом бизнесе мы. Правильно это или неправильно? Можно ли построить по-другому? Наверное, как можно, но мы не знаем как. Приемника не подыскиваешь? Ну, не приемника, окей, СЕО. СЕО сейчас мы не подыскиваем. У нас появилось несколько новых топов в последние несколько лет. И нам стало житься легче. Но все равно это про поддержание и про дочесывание существующей истории. Но не про какое-то конкретное развитие и кардинальное изменение всего. Немного личного. Ты говорил, что после того, как родился первый ребенок, Ирина, жена твоя, через полтора года только вышла из декрета. Ты в феврале снова стал отцом. В феврале этого года. Как быстро? Неделя, наверное. Через неделю уже на работе была, да? Ну, тут история такая, что работа же поменялась. Тогда, когда родился первый ребенок, мы работали наемными сотрудниками. Вторая история, что наемные сотрудники чаще всего работа связана с присутствием в офисе или там не в офисе, в машине, где хотите, на складе. Ну, то есть как-то с физическим доступом. Наша работа сейчас в значительной степени связана с общением с людьми и контролем каких-то вещей. И она может делаться удаленно. Поэтому, если, например, говорить про ту же Иру, то со вторым ребенком, когда родился второй ребенок, люди узнали о том, что Ира родила ребенка где-то вечером, когда выложил что-то в Фейсбуке. А родили его в 10 утра, узнали об этом вечером. И все это время, в общем-то, она прерывалась, на пару часов, условно, исчезала со связи. Все второе время она была на связи. С третьим ребенком такая же история. То есть через неделю она появилась физически в офисе, но на связи она была все эти дни. Ну, как это? Правильно это или неправильно? Дети покажут, когда вырастут. Ты сам вообще любишь шопинг, кстати? Я ненавижу ходить по магазинам, в случае, там, достаточно давно, мы давно женаты. И давно уже условились, что весь шопинг, связанный, например, с персональной покупкой моей супруги или покупками для детей, ну, почти весь, он проходит без меня. То есть я за кадром. Она это делает самостоятельно. Я по натуре жлоб, я считаю деньги, и поэтому очень часто я, это происходит, как, знаешь, как музей. Мы пришли, я пришел в магазин, посмотрел, подумал, покоцал языком и ушел. То есть у тебя нет такого, да, что ты можешь прийти и просто купить все, пусть будет, да? Нет, нет, я считаю. Во-первых, я, да, во-первых, у меня достаточно давно есть деньги, и у меня сильно захламлен дом. И выкинуть жалко, и это уже там третья пара, условно говоря. Во-вторых, да, то есть вот эта история, когда я могу себе это позволить, она со мной практически не работает. То есть буквально несколько раз в жизни она мне со мной срабатывала. Типа я могу себе это позволить, и буду как это. Куплю, потому что могу себе это позволить. Нет, у меня такого нет. Что это, скорее всего, машина была? Ну, машина там, или какое-то там дорогое оружие или что-то такое. Сколько стоит оружие, я просто не понимаю. Как машина? Ну, можно стоить больше, чем машина, у меня такого нет. Насчет дорогого. Можно было в розетке в этом году, сейчас уже недоступно, купить телевизор за 90 тысяч долларов Потом было по скидке 65, большой и дорогой очень Весит 145 килограмм, как происходит доставка таких товаров вообще? Несколько человек ремней, пошли То есть как холодильник, да? Окей, но он стоит просто в разы больше, чем холодильник Какие инструкции действия в случае, если что-то происходит? Курьер разбил телевизор за 90 тысяч баксов, уронил его стеклом на асфальт Смотри, ну нет таких инструкций, потому что таких телевизоров продается не очень много и не очень часто Но риск же есть все равно какой-то Конечно есть, но учитывая, что их продалось несколько штук у розетки Ну и в общем-то в Украине тоже Тут конкретно просто перестраховывается дополнительный курьер, дополнительный ремень условно говоря или еще что-то Ремень может лопнуть Давай представим эту ситуацию, это случилось, не дай бог, конечно, в нашей фантазии Будем решать, не знаю Что с курьером происходит? Меня больше всего и он интересует Да ничего с ним не происходит, послушай Чувак уронил телевизор за 90 тысяч баксов А что ты с ним сделаешь? Ну это провокационный вопрос, ну что ты с ним сделаешь? Не провокационный, просто действительно жизненный Ну смотри, это провокационный вопрос Я скажу, что я с ним ничего не сделаю, завтра каждый второй курьер скажет, а вы мне ничего не сделаете Можно ранее Если я скажу, что я с ним там что-то сделаю, то есть его зона ответственности Формально он материально ответственное лицо до тех пор, пока он не передал тебе этот телевизор, а не получил от тебя подпись. То есть, в общем-то, мы можем с него требовать эти деньги. Но для того, чтобы эта ситуация не произошла, конечно же, мы не хотим, чтобы эта ситуация произошла. Конечно же, мы сомневаемся, что курьер нам эти 90 тысяч долларов отдаст. Поэтому мы, мне кажется, выделяем сейчас с тобой очень много на это времени. Зря, потому что такие же случаи решаются нестандартным путем. То есть, ну, нет инструкции на 90 тысяч долларов. Розетка сейчас активно развивает розницу. Какая здесь стратегия? То есть, что вы хотите? Догнать? Комфи? Смотри. Ну, серьезно. То есть, какая стратегия? Быстрее, а больше? Больше. Хотим больше денег, слушай. Это понятно. Я имею в виду, много магазинов. Стратегия есть? Да, хотим много магазинов, но сказать, сколько это будет магазинов, что это магазинов будет 28 или 54, я пока не могу. Вы планируете использовать франчайзинг для развития сети? Я думаю, что, скорее, нет пока. Хотя, честно говоря... Почему? Я об этом думаю. А когда додумаешь, приходи к нам уже в офис, мы же занимаемся разработкой франчайзинг, наверное, не знаешь об этом. Я знаю об этом, на самом деле, я по этому поводу сказал, что я об этом думаю, потому что я смотрел какое-то... Хотел сделать приятное... Как мне не осмотрел какое-то из твоих интервью по поводу упаковки и так далее, и у меня вопрос всегда возникал, как это сделать, и у меня даже не было идеи, как это сделать. Друзья, если у вас так же, как у Владислава, нет идей, как создать свою франшизу, или вы не знаете, что делать в существующей, то переходите на наш сайт, french.site, ссылочка будет в описании. Там есть бесплатные материалы, шаблоны успешных франшиз, мой авторский мастер-класс по созданию прибыльной франшизы, а также калькулятор прибыли будущей франшизы. Переходите, качайте, все без обязательств, и бесплатно, конечно же, я не инфобизнесмен, ничего там впаривать вам никто не будет, это просто наш опыт 16-летний, который мы взяли, выложили. Поэтому, друзья, переходите, качайте, вдохновляйтесь, ну а мы продолжим смотреть интервью. У вас есть черный список клиентов? Да. Не имеем права его иметь, но у нас есть. Что происходит, если такой человек хочет заказать товар? Мы отказываем на заказе. Много таких людей? Нет. Хорошо, а что нужно сделать, чтобы попасть туда? Прямо что-то совсем ужасное? Да нет, ну почему? Ну, слушай, ну, во-первых, есть история, например, когда они там, если хочешь там жареных фактов, обижают меня персонально. Они меня персонально называют там мудаком, подонком, сволочью и так далее, да, там какие-то есть персональные, там, не знаю, Жидом меня обзывают, например, или еще что-то. Я не хочу ему продавать. Это мое личное право, я не хочу ему продавать. По украинским законам я не имею права этого сделать. Я не имею права никого никак дискриминировать, я не имею права мне продавать. Но он имеет право назвать меня же дом. Я считаю, нет. Это неправильно. Есть истории, например, когда клиенты просто злоупотребляют нашим нами. То есть они берут там этот телевизор, посмотреть футбольный матч. Они берут там это платье, сходить на выпускной. И бывает эта история, когда она соу-соу, а бывает эта история однозначная, когда в этой однозначной истории мы не хотим больше этого клиента. Мы понимаем, что нас будут дальше эксплуатировать и обманывать. Я же бизнесмен, я хочу зарабатывать на тебе деньги, не тратить на тебя. В мае этого года была история Андрея Карпюк, владелец интернет-магазина «Стиуса». Твой коллега ударил клиента в лицо, клиента, который купил у него электронную книжку, ударил его в лицо. Был большой скандал в Фейсбуке, там трубили 2-3 дня об этом все СМИ, и весь Фейсбук бурлил. Какие у тебя были истории, связанные с офлайном, в офлайне с клиентами? Когда ты был наиболее близок к тому, чтобы повторить успех Андрея? Смотри, у меня персонально никогда таких историй не было. У меня были такие истории виртуальные, слава богу, когда я писал что-то в Фейсбуке, и потом он там жалел, не часто, но бывали. И они чаще были связаны, опять-таки, не с клиентами, которые клиенты, а какими-то потенциальными клиентами, которые говорят, я бы у тебя купил, если бы ты, и если бы ты, там, разговаривал украинского, если бы ты не был жидом, если бы ты, извините, что у нас, какая-то такая тема странная. Все нормально. Это наша жизнь, слушай. Если бы ты что-то еще не делал, да, вот в этой истории, мне персонально, в общем-то, не обидно, условно говоря, да, там, называй меня как хочешь, просто я могу, ну, из этого делать какие-то выводы. Ты называешь так, как мне не нравится, я не хочу после этого с тобой общаться. Но Фейсбук это такая штука, которая, например, токсичная, да. Ситуация меняется, происходят какие-то события в обществе, и эти события, наверное, надверг плывается куча сумасшедших. Радикалов, сумасшедших и так далее. Ну, там просто обострение какие-то происходит. Вот. И там были какие-то эпичные истории, я их сейчас не вспомню, я стараюсь плохое не запоминать. А как тебе кажется, у тебя внутренне меняется вот эта история? Ты имею в виду, ты становишься более созданным в плане общения с хейтерами? Да, я сильно поменялся. Я понимаю, что, я для себя понимаю, что есть хейтеры, есть там еще какие-то проблемы, есть еще какие-то вещи. То есть я, например, там, раньше я общался со всеми клиентами персонально, обиженными розеткой, да. Потом, например, у меня поменялась история, например, если клиент ведет себя некорректно, ну, в смысле, использует там, назовем так, неподходящую лексику, вот, да, то я с ним просто не общаюсь. То есть я решаю его проблему, потому что это моя проблема, вот, ну, я, ну, или мои люди решают ее проблему, но я с ним не общаюсь. Потом ситуация, ну, и, короче, ситуация как-то меняется, то есть я, конечно, с возрастом обычно люди становятся спокойнее, я тоже становлюсь спокойнее. Но история, например, что у меня там, как это, правильно сказать, я бил клиенту лицо, никогда не было. Ты же в Стэнфорде прошел курс, или что это было? По дизайн мышления. Вообще, расскажи, пожалуйста, что это такое за дизайн мышления? Смотри, я тебе скажу честно, у меня учился ребенок в Стэнфорде, и мне нужно было чем-то себя занять, пока он там. Короче, фактически это подход такой, фактически это подход, что тебе нужно начать экспериментировать, как только ты что-то придумал, тебе надо сразу начать эксперименты. И пробовать это в каком-то обыслительном эксперименте, потом сделать, они это называют, ну, в низком разрешении, да, в низком разрешении сделать логотип, попробовать, как это, прототип, извините меня, пожалуйста, попробовать, как это работает, и после этого уже переходить к какому-то производственному циклу там. И в процессе вот этих итераций ты находишь столько проблем и столько улучшений по своему продукту или по своему сервису, о которых ты даже не подозревал. То есть ты можешь найти на самом деле огромное количество всяких плюшек, которых ты этого не видел, не подозревал об их существовании. Это все, что за неделю вам рассказали, да? Ну нет, конечно. Ну там просто было это подробнее, да? Да, просто было подробнее с подробностями. Так, но мы суть поняли, сэкономили сколько? 15 тысяч долларов. 15 тысяч долларов сэкономили, отлично. Плюс проживание. Мне кажется, что это очень полезная штука и я еще сейчас кто может провести такие тренинги для моих сотрудников в Украине, да, для того, чтобы сэкономить и не везти их в Америку. Если не найду, то несколько человек поедут со мной в Америку. Ну или без меня, но поедут туда же учиться для того, чтобы, мне кажется, что это штука очень полезная и может применяться теми, кто реально работает. Вообще история с трансфордом очень интересная, потому что образование такого плана, какого качества обучения я еще не видел. Ну то есть ты был приятно в шоке, да? В шоке, да. Ну в шоке, не в шоке, да. Оно было очень приятно. Какой городок? Тихий, да? Я так знаю, маленький, да? Небольшой? Да, да. Все в долине маленькое. Село такое, да? Все в формате села, да. По дороге от моего дома, по дороге на кампус было пару курятников, где куры несли яйца натуральным образом. Там какие-то кроли бегали и там и так далее. Я когда присылал жене, то она там прикалывалась. При том, что там земля стоит. Ну я думаю, что десятки тысяч долларов в метр квадрат. А тебе бы нравилось там жить? Как ты думаешь? Ну я вообще люблю более спокойное проживание. Я живу сам за городом и не представляю себя жителем мегаполиса. То есть, например, когда я приезжаю в Нью-Йорк, у меня начинается как это прямо сказать? Депрессия. Депрессия, да. Гигантизм вот этот здесь? Я чувствую себя плохо. Тебе тот берег больше нравится? Спокойно, вот этот вот солнечный, Калифорния? Да, да, да. Не, ну чего, вот там есть еще, например, тот же, на этом берегу есть, например, какой-нибудь Бостон, который тоже село селом, в принципе. Ну вот Бостон там более-менее свое, а Нью-Йорк нет. Смотри, у меня была история. На переезде передо мной ехал автомобиль розетки. Ну, доставка, наверное, какая-то. И он встал на переезде, заблокировал проезд. Ну, у меня видеорегистратор. Я написал в Саппорт, там, нашел где. То есть, скинул ссылочку на видео, написал, как бы, что вот чувак создал аварийную ситуацию на переезде. Ну, я считаю, что на переезде, в принципе, одна из самых серьезных. Мне там что-то ответили через пару дней, что-то там, типа, разберемся. Вообще, я правильно поступил. Много ли таких людей, как я? Да, есть такие люди. Правила существуют для того, чтобы их выполнять. Первая история. Вторая история не оправдывая абсолютно водителя. Ты же понимаешь, какая история. Мы с тобой чугаемся по своим каким-то делам, а он фигачит, и у него по твоим, по моим, по всем остальным. Ты знаешь, как профессиональные водители там, не знаю, фур, например, ненавидят там чуваков, которые выполняют правила дорожного движения, когда знак 40, они там резко бьют по тормозам и едут 40, а он сзади едет 90, остановиться не может, там, ну, и у него начинаются, конечно, проблемы. Короче, знаешь, кто самый большой платильщик штрафов за парковку в Америке? Кто? Федекс. Компания платит штрафы наперед. Это миллионы долларов в год. Она платит штрафы наперед, потому что она заранее знает, что она не сможет не нарушить. А ты какой водитель? Агрессивный. У тебя же что-то там такое большое, мощное, ты говорил, да? Какой-то там джип, который... Нет, нет, у меня Ауди. Маленькая, легковая, не очень большая. Много платишь штрафов? Нет, я плачу штрафов немного, но как агрессивный, то есть у меня есть правила не мешать другим, то есть я могу превысить скорость, я могу где-то там... Фарами моргаешь? Почти нет. Ну, за все, это ушло куда-то, да, мне кажется? Да, мы стали гораздо более европеизированными. Да, я езжу агрессивно, но в смысле агрессивно имеется в виду быстро, вот, я могу какие-то нарушать какие-то правила, хотя стараюсь... Были конфликты над дорогой? Стараюсь придерживаться. Ну, раньше были, сейчас почти нет. У тебя бита есть? Нет. Серьезно? Нет, конечно. Нет в багажнике там бита? Зачем мне бита? Знаешь, как, кстати, пистолетов спили мушку. И дело в том, что у тебя бита в багажнике, то пока ты долезешь до битых в багажнике, тебя уже 10 раз застрелят. Да, да. История, на самом деле, в Украине изменилась, потому что если раньше можно было на дороге баковать, потому что ты на крутой машине, или ты крутой перец, или спортсмена, или еще что-то, сейчас баковать нельзя, потому что... Фиг знает, может, у него ствол. Да, каждый второй был на войне, и пистолет Макарова не стоит ничего, там, не знаю, 100 долларов, наверное, стоит. А может быть, а если он был на войне, это вообще ничего не стоит. Он просто его забрал у противника или там, или еще где-то. И вероятность получить пулю, она сумасшедшим образом выросла. Вот, наверное, из-за этого стали люди... Нет, однозначно не по этому. Однозначно не по этому, нет. Не из-за страха, а, наоборот, из-за желания? Да, да. Мы движемся в Европу, мы... Все люди, которые побывали там, они видят разницу. И безвиз, в частности, и все остальные вещи дали нам сумасшедший... Сумасшедший опыт, положительный опыт. Скажи, хейт от рестайлинга уже прошел? Не хейт, хайп, окей, давай так. Хайп от рестайлинга уже прошел? Да, в целом прошел. Периодически всплывают какие-то люди, которые говорят, ну, конечно, они все деньги потратили на перекрашивание гомна, или еще какие-то вещи, какие-то более-менее, как мне казалось, меняемые люди рассказывают мне, что я придурок и палю бюджет. Ну, не бюджет, но как-то так заверзан, типа не свои деньги я палю, а чужие деньги я палю. Чуваки, ну я спасибо большое. Это на самом деле показывает то, что большому количеству наших покупателей мы не безвизличны, и наших клиентов. И это меня очень-очень радует. Я думаю, что люди уже привыкли. Я думаю, что многие или большинство из них не помнит, как было по-другому. Уже? Да, думаю. Ты говорил, что одной из причин, одной из причин перекрашивания в один цвет была экономия на краске. А сколько экономите? Несколько сот тысяч гривен в месяц. На красном языке, да? На полноцвете. Там был, на самом деле, не только красный язык, там было и синий, и зеленый, и красный. Да, и несколько сот тысяч гривен в месяц мы сейчас уже экономим. YouTube-канал Розетки. Многие эксперты говорили мне о том, что это крупнейший, самый лучший пример и-коммерса в YouTube, в СНГ и, возможно, даже в мире. Сколько он стоил миллион подписчиков? Я не знаю, не знаю. Я не знаю, сколько стоил. Десятки тысяч долларов? Да, десятки точно. Ой, миллионы? Не, не миллионы. Не миллионы, десятки, может быть, сотни. Но эта же история, которая началась в 2009 году, мы понимали, что это нужно сделать. Мы начали делать и даже в 2008 году. Мы пробовали какие-то, делали какие-то эксперименты. Потом была Наташа, которая была девушкой одного из сотрудников Розетки. У нас были сомнения о том, что сможет ли Наташа, не сможет Наташа, подойдет Наташа, хочет Наташа, я хочу с Наташей, и так далее, и тому подобное. В конце концов, мы взяли Наташу на работу. Наташа Пахарь, я уже об этом говорил в каком-то интервью, и она сделала то, что она сделала. Ну, она внесла существенный вклад? Значительный вклад, конечно. То есть значительный вклад. Она и ее парень, и люди, которые потом приходили с ней или за ней и так далее, есть значительный вклад. Сейчас Наташа выросла в самостоятельную единицу. Она может самостоятельно зарабатывать больше, чем зарабатывала с Розеткой. Формально она сейчас с Розеткой работает, на Розетку работает. Розетка работает тоже, но фактически сейчас она появляется очень редко. Сколько вы получаете сейчас заказов из YouTube? Очень немного. Но это же история такая. Это скорее инструмент развития покупателя. То есть конкретно заказов с YouTube очень немного. Мы точно в сумасшедшем убытке. Если пересчитать заказы с YouTube... То есть пока что это дотационный проект? Конечно, многократно дотационный проект. В смысле многократно имеется в виду относительно затраты. Минус очень большой? Очень большой, да. Мы в любом случае хотим развивать своих клиентов, мы в любом случае хотим рассказывать про новые продукты. Мы должны это делать. Мы в любом случае, если магазины строятся с расчетом на то, что человек придет посмотреть и купит, то мы строим YouTube на том, что клиент посмотрит и закажет. YouTube принимает участие в последовательностях. Мы это видим в покупательных исследовательствах. Там, где мы можем это отследить. Конечно, очень часто наследить не можем. Миром правит хайп. Ты же знаешь, наверное, знаешь об этом. Ну, правит он хайп. У вас YouTube же большой канал. Там люди хотят хайпа, они хотят истории. Там же не было голой Наташи, я прошу прощения. Но если бы она, представляешь, мы уговорили бы раздеться на YouTube что-нибудь такое снять. Представляешь, сколько было бы хайпа? Я не пробовал договориться, я тебе скажу честно. Я не думаю, что она бы согласилась. Ну, конечно. Просто я к тебе по поводу хайпа... Наташа приличная девушка. Не-не, я, смотри, ни в коем случае не хочу. Да я понял. Я сказал, а потом подумал, что это могло бы прозвучать неплохо. Но я не знаю, я не бил никому морду, знаешь, и так далее. Думаешь, это сыграло Крапику в пользу? В пользу, сто процентов. Думаешь? Сто процентов. Я в такой истории не участвовать не хочу. То есть я... Смотри, ну, есть какое-то мое внутреннее ощущение. Мое внутреннее ощущение не соответствует этому хайпу и всего остального. То есть я сейчас с тобой здесь, и я с тобой сейчас снимаю какой-то ролик. Не потому что я хочу получить себе какие-то бенефиты или еще как-то. Просто тебе надоело от меня получать сообщение, когда, слава, мы снимем интервью. Мне надоело от тебя прятаться, это первое. А второе... Больше года мы договаривались об этом интервью, друзья. А вторая история, что все-таки я рассчитываю, ну, и как я смотрю, что такие каналы, как твой, они способствуют развитию предпринимательства в Украине. А чем больше у нас будет бизнесменов, предпринимателей в этой стране, тем лучше мы будем себя чувствовать, и тем меньше остальных людей отсюда уедет. Это, кстати, правильная мысль. Наконец-то мы сформировали, благодаря слава, еще четко, на свою миссию. Но ты же, по-моему, единственный публичный владелец интернет-магазина. Не-не-не, смотри. Ну, во-первых, я просто большой. Есть еще Андрей Логвин, который очень публичный, который очень часто участвует. А он кто, извините? Он владелец модной касты. А, модная каста. Понял, да. Я просто не модный, поэтому невкусный. Ты просто у него почему-то интервью не берешь. Да. Да, я начал пробовать делать какие-то вещи, я начал говорить, заявлять, например, про объемы продажи. Это приводит к какому-то смущеншему ажиотажу, хайпу. Люди там, кто-то верит, кто-то не верит, кто-то начинает скакватором считать. С другой стороны, видишь, подтверждая твою теорию по поводу хайпа, я заявил про миллион двести долларов в час на Черную Пятницу. И прямо это был чуть ли не самый цитируемый пост Чечеткина во всей истории Чечеткина. Все равно нашлись люди, которые сказали, а сколько было обработано из них? Большинство было обработано, абсолютное большинство. Но, конечно, мы значительно много чего не обработали или потеряли, потому что люди стали ждать или еще что-то. А вы тогда на разрыв работаете? Вы не можете так работать весь год, например? То есть каждый час в течение года на миллион продавать? У нас обычно такая история происходит таким образом. Обычно Черная Пятница этого года – это примерно обычная пятница следующего года. То есть мы каждый год растем, поэтому… А сколько в прошлом году вы продавали в час? В деньгах я не помню. 600? Два раза меньше? Ну, примерно, да. То есть в прошлом году мы отгрузили примерно 110 тысяч заказов, в этом году мы отгрузили почти 200 тысяч заказов. Я точно цифру опять-таки не помню. Ну, примерно в два раза больше, да. У тебя в Фейсбуке очень много фотографий, когда ты держишь каких-то гадов, летучих мышей, каких-то тараканов, жуков, пауков, змей и так далее. У меня нет вопросов с этим связанных, но, может быть, у тебя есть какая-то история? Нет, я люблю животных всех. Никого не боюсь. Животных многие любят, но вот этих вот гадов… Никого не боюсь. Нету никаких, так самых, нету никаких… Фобий. Фобий, да. То есть я по этому поводу там и жабы, и змей, и все остальное. Более того, у меня там есть история, например, у меня есть на участке, в этом году было много ужей, они воровали у меня рыбу из пруда. У меня там такие карпики плавают, эти кои маленьких, они оттуда воровали, жрали их. Но они же не могли в розетке заказать. Это самое, да. И там один из моих работников, скажем так, этого ужа большого, которого каждый день смотрел, там, с детьми ходил смотреть, с девочками ходил смотреть. Ну, с девочками и детьми, в смысле. Да. На всякий случай. И он, значит, этого ужа там… Убил. Убил, да. Ну, мне сказала теща, что он его убил, потому что, значит, он его поймал, когда он воровал этого карпа коя. Карпа коя, в принципе, они достаточно долго жестутые, дорогие там и так далее и тому подобное. Вот. И я там устроил скандал по этому поводу, ну, я скажу так, истерику. Ну, конечно, это не была истерика там, с соплями это самое. Но я сильно расстроился. Прямо сильно расстроился. Я, честно говоря, не знаю, правда это или не правда. Он после этого поправдывал соревновать, что нет, я его не убил. Я его просто там поливальным шлангом стукнул, потому что как же так, он с этим карпом убегать. Вот. Но уже я больше этого не видел, поэтому, наверное, все-таки правду была. Первая была правда, что пола убил. Съел, наверное. Убил, вот. А потом они начали просто оправдываться, потому что перепугались, что какая будет моя реакция, ну, в смысле, по поводу моей реакции. Вот. И я, скажем, с тем хорошо отношусь, я всех люблю, со всеми животными, так сказать, общаюсь и никаких проблем по этому поводу не испытываю. Фотографии с гадами и так далее, это скорее приколы, там, на уровне, потроллить людей, там. Да, потому что у многих есть непереносимость. Все видели ролик в Фейсбуке, например, где там просто склад, он полностью автоматизирован, да? Да, но только никто не знает, сколько таких складов у Амазона. В Европе один такой склад, в Америке не знаю, в Америке, по-моему, тоже один такой склад. То есть это пока для них эксперимент. Так же, как эксперименты с дронами, доставка в багажник автомобиля, да? Да, это пока эксперимент. То есть мы в эту сторону, в принципе, тоже движемся, но в эту сторону сейчас по сумасшедшим темпам бегут китайцы. То есть у китайцев есть такие же решения, как вот этот Amazon Robotics, который дешевле несколько раз, который уже здесь бегает по рынку, по рынку этого Украины, в частности, и по европейскому рынку, и пытается нам эти системы продать. Пока не понятно, как это работает. Скорость развития достаточно высокая. Я думаю, что через 5 лет несколько там складов таких в Украине будет тоже. Будет ли здесь среди них розетка, посмотрим. Может быть, и да. С складами понятно, а вот все-таки вот эта потребительская история прикольная, да? С дронами этими веселыми, интересными доставками. С дронами я не видел ни одной коммерческой доставки. Пока что есть доставка в багажнике. Мы до багажника вообще далеко-далеко не дошли. Я думаю, что пока это коммерческий интерес не будет представлять в Украине. Пока. Это пиар, как ты думаешь, для Amazon? Да, пиар, конечно. Магазин без кассиров. Ну, знаешь, там проект, да? Да, да, не по-другому городу, а открылся. Я знаю эти проекты, но в принципе, да, в принципе, это все тот магазин, который был первый, который там сканировал по лицу, условно говоря, или по бейджу, и работал только для стройников Amazon. Это был назначенный пиар-проект, ну, с какими-то там элементами, наверное, тестирования чего-то. Мы, например, такие вещи не делаем. Мы не делаем из этого какое-то шоу. Хотя у нас таких вещей, честно говоря, нет. Ты говорил, что вы очень много вкладываете в R&D, да? То есть у вас там сотни... Опять-таки, много это сколько? Тысяч. Ну, сотни тысяч, да. Много это сколько? Много с Амазоном или много с кем? Понимаешь? То есть много с Volkswagen? Немного. Но в процентов отношения достаточно много вкладывается. Что-то прикольное будет в розетке? Типа дронов. Все будет. Расскажи об этом эксперименте. Не скажу, когда. Кнопочки вот эти прикольные, да? Как они там называются? Dash. Мы такую штуку пытаемся развивать. Есть проблемы, связанные с тем, что IT не успевает за маркетинговыми хотелками. Но такая штука у нас будет. То есть порошок можно будет заказать кнопочкой на стиралке? Да. Ну, условно, да. Или кнопочка в приложении, но на самом деле... А, тоже еще спорный вопрос, что правильно. Безос крутой чувак? Да, конечно. Он крутой, потому что он в Америке? Или у него какое-то мышление? Да нет, ну слушай, ну как мышление? Мышление чуваков, у которых очень много таких. Он фигачит, во-первых, 100 до ночи. Опять-таки. Во-вторых... До сих пор? Да. Я просто так не слежу за жизнью. Ну, смотри, насколько я понимаю, да. Во-вторых... 100 миллиардов фигачит до сих пор. Во-вторых, он уговорил... Так, а что такое 100 миллиардов? В кармане у него наверняка там несколько сот миллионов, если не меньше. Поэтому 100 миллиардов это такая штука. Как только пристает отработать, сразу 100 миллиардов превратятся в 30. Сразу, мгновенно. А как только они превратятся в 30, это может все и закончиться очень быстро. Он крутой за счет мышления? Он крутой, потому что он фигачит. Он крутой за счет идеи. Он крутой за счет команды. Он крутой за счет... За счет того, что он настолько убедительный, что ему верят инвесторы. То есть очень много всего. Это нет ответа на вопрос одного, там, какого-то ответа. Если ты меня спрашиваешь, есть ли у меня кумиры, то у меня кумиров нет. Вот. Но я и что-то у Маска мне нравится, что-то мне у Безоса нравится, что-то мне у Велча нравилось. Маска-авантюрист. А ты нет, мне кажется. Нет, нет. Но это привлекается вам, да? Я же тебе говорю, что что-то нравится. Я же тебе не говорю, что я готов... Противоположности, да, такие. По Уди-Маска там. А кто... Нужно быть не-авантюристом и делать бизнес. Начать бизнес, понимаешь? В любом случае, авантюра. Нужно уволиться с работы, или нужно отложить денег, и нужно поверить в то, чего еще нету, и никого нету, и никогда не было. Например. И ты должен взять это и сделать. Как это... Только авантюра это и можно назвать, как-то еще это можно назвать. Вот, пожалуйста, вот тебе авантюра, вот мы этой авантюрой занимаемся. Поэтому просто кто-то больше авантюр, и кто-то мечтает про Марс. И если его мечты сбываются, они меняют, он меняет мир. А кто-то меньше авантюрист. И у него шансов видеть мир меньше, но шансов выжить больше. Ну вот и все, друзья. Надеюсь, что вам понравилось. Если это действительно так, переходите в комментарии, пишите там ваше впечатление об интервью, ставьте лайк, подписывайтесь на канал. В общем, вы все знаете, что нужно делать. А мы сегодня разыгрываем книгу с автографом Владислава Чечеткина. Книга называется «21 вопрос для 21 столетия». Очень известная, крутая книжка, личный автограф Владислава Чечеткина. И все, что нужно для этого сделать, помимо того, что сказал ранее, подписаться, поставить лайк, включить колокольчик, это написать вопрос Владиславу Чечеткину. Комментарии все в вашем распоряжении, задайте самый интересный, самый крутой вопрос. Мы выберем один спустя какое-то время и вручим автору этот приз. Ну вот и все, друзья. Я уверен, что все только начинается. Мы приготовили для вас массу полезного контента, интересных спикеров, мудрых спикеров. Ну, в общем, все как всегда. Не забывайте включать колокольчик, чтобы не пропустить наш следующий выпуск. А, я забыл сказать, что это за кружка. Это термокружка, новогодний подарок наших партнеров и друзей компании «Анкл», который занимается созданием и введением каналов. Собственно, они занимаются продвижением French TV. Это наши друзья, это не реклама, это больше такой дружеский совет. Если вы хотите заняться ютубчиком, то переходите по ссылочке на их сайт uncle.group и смотрите, что они делают и подключайтесь к нашей дружной семье. На этом точно все. Пока. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова